Ты, Сэм, салют и добро пожаловать на HipCode История о том, как мы с тобой разбираемся в рэп-хип-хоп-ставе И на сегодняшний день мистер Slim Shavey Eminem и его трекер Rap God Есть две вещи, которые можно однозначно сказать про Eminem Во-первых, он один из лучших MC, то есть мастер слова в истории хип-хопа И во-вторых, как сказал Бастер Раймс, как он впервые услышал музыку Eminem Была студия в автобусе Уайклэфа Он поднимается по лестнице, слышит музыку, не разбирает, что есть в этой музыке Но уже эта энергия, которая исходит от этой музыки, привлекает его и он становится фанатом То есть у Eminem есть в его флоу вот эта естественная энергия Я не знаю даже, как это назвать, поглощение или еще чего-то Когда Eminem у микрофона единицы, MC имеет такой же флоу, как у мистера Маршалла И в этом треке Rap God Eminem старается показать, объяснить или доказать Почему же он все-таки является топ-10 легенд этого стаффа В самом начале Маршал обращается к нам с позицией или с голоса человека, который имеет какую-то власть Ну, условно говоря, голос Бога, да, и он говорит о том, что Слушай внимательно, я скажу об этом только раз И говорит о том, что есть какая-то проблема Какая проблема, он сейчас будет нам о ней рассказывать В течение всего этого клипа, он называется Rap God, бог рэпа Eminem будет вставлять нам моменты либо из Библии, либо из мифологии И самый первый момент мы видим отрывок из Библии, где написано, что Бог был смелым И это о людях или это реферинг с самого начала его карьеры Типа, Бог, Маршал, смелый Если ты вспомнишь то, как начинал Eminem, то он начинал с дерзости и так далее и тому подобное То есть, Бог смелый Окей, мы видим в самом начале Eminem, который привязан к стулу И он питается информацией из полок Те, кто давно следят за Eminem, это не я Те, кто знает эту культуру куда больше, чем я Всегда отмечает одно качество об Eminem Эминем Маршалл это студент хип-хоп школы То есть, Маршалл знает столько всего о хип-хоп культуре Что когда он говорит, когда он читает Тебе очевидно, что это самый настоящий выпускник хип-хоп университета И Маршалл в самом начале нам и показывает, что, да, я питаюсь этим Для меня рэп это не просто какая-то игрушка Нет, я вырос в этом, я вырожден в этом Вначале он говорит о том, что он чувствует себя как рэп-бог И он читает так быстро, что некоторые называют его рэп-бот То есть, рэп-роботом Окей, Fast Flow Даже не окей Eminem один из самых интересных в Fast Flow MC, который знает эту игру И причем его Fast Flow, она связана с тем, что я говорил в самом начале Он через Fast Flow передает свою энергию Та энергия, которая проникает не сюда, да, а вот сюда Затем он говорит о том, что он является чуваком, который в этой игре очень давно Со времен Билла Клинтона и Моники Левински И он бросает бар, говоря о том, что он не просто старый MC, да, скилловый MC А он правдивый MC, который рубит с плеча Первые альбомы Marshall, я их не слышал Но когда я готовился к этому выпуску Все говорят о том, что, типа, йоу Люди сейчас в эту эпоху так злятся, когда кто-то называет кого-то неправильным словом А что было бы, если бы эти же люди попали в эпоху Slim Shady И его первых двух альбомов, когда он разносит всех, называет людей так, как он хочет Он правдивый MC, который рубит с плеча How could I not blow, all I do was drop F-bomb Самое начало карьеры Slim Shady Белый парень, хип-хоп, супер скилловый Но еще и постоянно на грани То есть он говорит, как я мог не стать популярным, если все, что я делал, то рубил с плеча и говорил то, что у меня на уме Это сам Eminem говорит о своей популярности Рэп-баттлы Итак, в этом треке Eminem рассказывает нам, показывает, поясняет, почему он называет себя рэп-богом И следующий элемент, который мы здесь видим, это рэп-баттлы И сам Eminem во многих интервью говорил о том, что его... он считает рэп-баттлой и то, что они могут принести для MC И то, что они могут научить MC фундаментальное в становлении любого рэпера Он сам через это прошел и... окей Окей, в хуке он говорит о том, что он рэп-бог И все, кто с ним, качайте головой под этот бит И затем начинает он второй куплет с очень интересным словом О том, что все хотят знать этот рецепт, как оставаться в игре так долго Eminem в игре очень долгий, и он очень долго в том ключе, что он продолжает взрывать чарты Он говорит о том, что с новой начинающей MC... почему он еще рэп-бог? Потому что новые начинающие MC берут его став и на нем учатся То есть он является вдохновителем очень большого числа MC, которые приходят сейчас Поэтому он рэп-бог Также он сказал слово he the earth like an asteroid Говоря о том, что к молодым MC, опять-таки, будьте всегда ревностными с тем, что вы делаете То есть любите свой крафт и желайте постоянно довести его до максимального уровня То есть будьте страстными с тем, что вы делаете, как это делал сам Маршал Окей, затем в этой части Eminem отдает shoutout тем легендам, на которых он вырос Маршал не раз говорил, что ребята по типу ICT и LLCOJ были теми ребятами, которые вдохновили его начать делать рэп И здесь он отдает shoutout Rakim, отдает shoutout Tupaku, NWA, Ice Cube и так далее Да, он рэп-бог, но он вырос на определенных рэп-богах Немного самобичевания Eminem говорит о том, что единственный зал славы, в который он будет включен Это зал позора тем, кто злоупотребляет алкоголем Окей? Если ты знаешь, что это за история с Маршалом и злоупотреблением алкоголем, напиши в комментариях Окей, в этой части он рэп-бог, он старик, он давно в этой игре, он вдохновляет молодых ребят Но в то же время есть многие чуваки и новички в этой игре, которые looking like a gay boy Или что он сказал, здесь он диссит новичков В хип-хопе его времен был баланс между ребятами, которые только за хайп, за ликер и еще что-то И осознанным хип-хопом А сегодня он, скорее всего, об этом говорит А сегодня баланс дикий Ребята, которые делают ставку типа Кенрика и Джейкова, их 2-3 человека А все остальные поют про Xanax Тут я с ним согласен Он вспоминает о том, что подняться в эту игру ему удалось через свою кровь и пот самостоятельно Он боролся с многими вещами и стал тем, кто он есть Он говорит, что ни один из сегодняшних новичков не сможет стать тем рэп-богом, который является он сам Соглашусь Соглашусь Просто соглашусь, не буду ничего добавлять Идем дальше На этих экранах мы видим те вещи, которые закачиваются в MC, чтобы стать Eminem Мы видели скорость, мы видели баттлы, а сейчас мы видим скорость Это, конечно же, а люди на его фаст-флоу Первое Пошли вот эти вставки Да, мы видели обращение к Богу и пророкам На самом деле, я не помню, что это был за момент Следующее, что мы видели, это человек, который видит сон ангелов Затем мы видели вставку из ада Мы видели слово король Раса Окей, здесь идет очень длинное место, где Eminem на высоких тонах говорит свои достижения Во-первых, он говорит, что у него много рифов и баров, которые могут вдохновлять человека проходить через tough times Через сложные времена Затем он вспоминает случаи массового убийства детей в школе, в Колумбай, в США погибло 15 детей И после этого случая он выпустил трек, в котором переначал строки Ракима из одного из его песен Переначал скользко, переначал агрессивно в своем стиле и схватил за это очень много хейта И сейчас он вспоминает этот случай, говоря о том, что я сделаю это еще раз и посмотрим, что мне будет на этот раз Тут двоякая такая штука, да? Eminem человек, который был всегда дерзкий, да? И тут он либо комментирует, говоря о том, что те времена были плохие, да? Либо он здесь говорит о том, что многие ребята, которые сейчас, да, хайпят, делая всякие странные вещи Они бы не вывезли за базар, будь они в его времени Я не знаю, что он тут хотел сказать, может ты знаешь, напиши в комментариях Окей, мы видим, как этот Эмси, да, этот рэп-бог, он готов В него закачали все, что нужно, и он теперь левитирует И заканчивает он этот свой фэр-слог, говоря о том, что I make elevator music and you make elevator music Говоря о том, что я делаю музыку, чтобы вдохновлять Я делаю музыку, которая будет... То есть никто не скажет через 25 лет, что О, я вырос на музыке лил яхти Хм, а я вырос на музыке... Ммм, ты каши, тексты на Нет, все будут вспоминать Эминема, тупака Потому что он делает elevator music А ребята сегодня делают elevator music То есть музыку для лифтов Здесь он вспоминает те нападки, которые были на него в самом начале И парочка его альбомов по типу Revival, да? Ну, Revival в том времени еще не было Ну, короче, он говорит о том, что Когда ты слишком крут, как в его случае, да? И неоднозначный То есть это белый, белый, слишком крутой человек На самом деле Эминем Черный, но это... Я расскажу об этом в разборе альбома Камиказе Короче, он говорит о том, что Когда ты очень крут и ты неоднозначный Люди стараются, там, принизить тебя Говоря о том, что ты слишком мейнстримный или поп И он говорит о том, что нет, я хип-хоп Просто я научился смешивать, да? Вот это поп-звучание, условно говоря Это коммерческое звучание С настоящим true хип-хопом Никто не может поспорить, что Эминем — это что ни на есть самый True MC И он говорит, я научился это смешивать, а вы просто хейтите Окей, много чего сказал Во-первых, он сказал о том, что он сам себя буллиет Он сам себя пинает Для того, чтобы достичь то, чего он поставил То есть он маршал, он король игры Он бог игры не потому, что он однажды что-то сделал и сидит на лаврах Нет, он постоянно ставит планки и идет к ним Затем мы видели вставки из Библии слова omnipotent, что переводится как всемогущий Рэп — бог должен уметь и фэсфлоу, условно говоря, да? Иметь true настоящий месседж хип-хоп, ну и еще и быть коммерчески успешным И это все может Эминем Затем он говорит о том, что он говорит на языках Говорение на иных языках — это момент из Библии, когда Дух Святой снисходит на апостолов И они говорят на небесных языках, которые не понимают другие люди Другие люди, то есть те, которые не... Возможно, это комментарии о том, что он говорит на языках, которые могут понять только те, кто по-настоящему любит хип-хоп Возможно Окей, он говорит о том, что даже в нем, в человеке, который вроде бы достиг все, есть еще вот это борение То есть дьявол и ангелы постоянно терзают его, и вот к чему они его побуждают Он говорит о тех моментах, когда в своих песнях он использовал дерогативные слова против женщин, против гомосексуалов И он говорит о том, что дьявол и Дух Святой всегда борются его о башке, когда он пишет какую-то линию Он говорит о том, что вроде бы я ее пишу, и она по-настоящему настоящая, то есть это то, что я думаю На другой стороне у нее говорят, нет, ты обижаешь некоторых людей И затем он говорит в финале фраза о том, как я могу помочь женщинам, если я не могу сделать лимонад Лимонад, выдающийся альбом Бейонсе, его жесткие слова, которые лимоны Он берет эти лимоны, кажется, да, кислыми поначалу, делает из них лимонад, то есть мотивационную музыку, не лифтовую музыку И он спрашивает, как я могу быть помочь женщинам, если вы не позволяете мне делать лимон Кто еще из рэперов может вот это все структурировать и подать в такой форме? Кто еще? Серьезно, рэп-бог Сатана говорит И заканчивает Эминем словами о том, что Зачем мне быть рэп-королем, если я могу быть рэп-богом Фак! Это самый сложный юкозин, который я делал Серьезно, он запутал меня Он полностью разрушил И в самом конце, что можно сказать? Действительно, вот эта мысль о том, что Рэп-бог должен быть omnipotent, он должен быть всемогущим То есть, если ты хочешь считаться в топ-10 легенд хип-хопа Если ты хочешь считаться действительно культурным контрибьютором То ты должен уметь не только быть коммерчески успешным, как Дрейк, да? Но и делать музыку, которая будет оставаться на века Аутентичную музыку Ну и еще, конечно же, быть эмси Писать свои слова и так далее и тому подобное И вот эта мысль о том, что типа Как я могу быть помощником женщины, если они позволяют мне делать лимонад Я понимаю, что если человек просит не называть его определенными словами То я не буду его называть Я не буду называть Но в то же время, моя свобода говорит то, что я думаю Особенно как артиста Это очень важная вещь Артист должен иметь право говорить Напиши в комментариях, что ты думаешь об Эминаме Что ты думаешь об этом треке Подписывайся на канал, ставь лайк И слушай только живую музыку Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok